Итак, всем привет, с вами Дубгай, мы продолжаем играть со Франкию в ЦК3, в прошлой серии подзахватили Северную Африку, расширялись в разные стороны, сейчас добиваем Север Испании и со следующим правителем Восточной Франкии претендуем на Восточную Франкию и присоединяем ее тоже. И я думаю, на этом как раз-таки Франкия будет полностью восстановлена. Между делом, я думаю, сменим религию, подзахватим Папу Римского, ну, в общем-то, если вы еще друг к ней подписывайтесь, обязательно подписывайтесь, а мы же продолжаем. Ну и пока на Восточную Франкию напасть нельзя, там все еще тот же правитель, мы нападаем вот сюда, будем потихоньку съедать. И я обнаружил, что у нас откуда-то есть чел с претензией на Восточную Франкию, вот этот вот, видите, и, наверное, он не один, то есть, походу, это вот здесь вот, да, да, то есть, вот еще тоже парень есть. Короче говоря, у нас есть кому, если что, дать Восточную Франкию, все будет еще проще. А еще мой чертов наследник сын, вроде как я этого не говорил, получил герпес, скорее всего, за то, что он начал заниматься распутством и заразил свою жену. И таким образом мы имеем теперь у наследника герпес, у жены наследника герпес, передаваться, походу, будет герпес. А единственный сын, ну, внук наш текущий, он вообще болеет ужасно. И на фоне того, что у меня теперь еще есть умер сын, олень и мироганин, господи, ну какой же он, он был таким, таким хорошим и стал таким плохим, и я заново женюсь. И вот, наконец-таки, здесь сменился правитель. Забавно, что отец был добрым, а наследник стал жестоким. Так или иначе, сейчас найдем мы нашего, так, по-моему... Как все там зовут? Господи, он успел умереть, что ли? Да, посмотрите, господи, как эти тихие качаются. Мы реально сейчас все закончим, уже 4 года здесь все будет готово. Ну и что, давайте претензию на королевство Франки. Звучит уверенно, всего лишь 150 это стоит. Для нас это пыль. И вопрос, присоединится ко мне вообще все, либо только королевство до Юра? Сейчас узнаем. Я могу сюда еще базилевса позвать, потому что базилевс это наш союзник. Как прекрасно, давайте позовем. Вот они, наши орды, собираются. 32 тысячи у нас может быть солдат. И у меня, да, появился сын, который выглядит лучше, чем вот этот наследник. А значит, его мы лишим наследования. Договориться о верности. Что это такое? Я вот не понимаю, что значит договориться о верности. Я до этого уже видел как-то раз это. Но что это такое? Это союз? Нет. Может кто-то дать в комментариях, что значит договориться о верности? Потому что я такое уже вижу не первый раз. Но он в войну не заходит, союз не дает. То есть что это дает? Ну да, осады просто моментально идут. У нас уже очень хорошие осадные орудия и войска просто. И их много. В сумме. Очень быстро мы захватываем все королевство. И вот оно. Процесская война по претензии. Ну-ка. Нарисовано, что все присоединится. И да, присоединяется действительно все. И нам не заходит лишь чуть-чуть Германии. То есть, ну вот этой провинции одна очевидна. В Иберии тоже понятное дело. И в Северной Италии у Папы Римского забрать еще тут вот немножко территории. Окей. Тем временем вот эти шотландцы обили войну. Ну скорее всего в Восточной Франке. Но езды дадим и мы за это. И да, нужно очевидно как-то решить срочно проблему с вассалами. Потому что их стало очень много. Резко. Ну, я думаю придется мне как-то уже королевствами. Что-то королевств какие-то отдавать. Чтобы вассалы как бы переходили под других вассалов слишком много. Ну что я думаю. Давайте вообще в принципе я не вижу особых проблем вернуть ему это королевство. Потому что да. Вассалов многовато. Так как все равно у него будет претензия. Так мы с ним по идее лучше в отношении. Он хочет все это. Мы ему сейчас попередаем. Ой, мы стали необычными. Что? Наверное, меня расстраивает. Но по идее мы все еще долго продержимся. Ой, смотрите. Мы продолжаем тут, кстати говоря, дальше вассализировать вот в эту сторону. Я тут языки подучил. И на фоне этого даже... А, тут подождите. Они католичество просто приняли. Вот почему они соглашаются вассализироваться. То есть в теории да. Мы даже вот этих можем православных вассализировать. Дипломатический двор, ребята. Казалось бы фигня. Но на самом деле работает солидно. Вот просто вот это все. Буквально, наверное, вот это все мы получили без единой войны. Не слабо. Можем еще и королевство здесь серено создавать. И дальше мы можем поссалить. Вот еще одно королевство. Я просто продолжаю, знаете. Типа, идти дальше и дальше. Давайте еще финский язык выучим. Кстати, в Новгороде финский. Ну ладно. О, и нашего короля восточной Франке есть претензия на все королевство Ирландия. Так что мы вернем ее обратно куда надо. Шикарно. Окошка у нас есть. И поэтому она дает нам единственные бонусы. Это шикарно. Ой, смотрите-ка. Оргонически достойная старость. Теперь наша доблесть не будет снижаться. Хотя, видимо, для нас уже первого расчета не будет. Ну давайте по-примскому объеме войну. У нас скоро будет вообще своя религия. Но пока давайте так. В Терекс играть своей религией мы можем просто за королевство напасть. И супербыстро съесть. О, смотрите-ка. Мой сын увидел, что мы пили вино. Поэтому он типа тоже решил попробовать. И мы теперь поняли, что это не то, что мы хотим. И мы убираемся дебаф на здоровье. Прекрасно. Мы по таким простым одиночным воинам сейчас езды захватываем все. У нас очень много здесь детей плодится, правнуков, внуков. Это нам пригодится попозже. О, я могу что-то сделать интересное. Аксид. Танабасскую культуру. Обращайтесь в Эра Саарак. Так, что это такое? Все близкие родственники. Время получать наборность. Поборник старых традиций. О. Возможно, мы на каком-нибудь другом персонаже попробуем. Но у нас уже тут своя, скажем так, идея. Здесь очень странные все войны, если честно. Давайте мы... Ну да, мы вот так вот будем ее появлять. Но это очень странная война. Королевство какое-то из паропровинций. Очень странное формирование. Ну что, давайте сделаем, наверное, все-таки нашу религию уже. Заем ее достаточно просто. Я чего-то суперинтересного не придумал, если честно. Так что что-то такое. Вот это слишком сильные перки, чтобы их не брать. Это бесплатный добродетель. И я думал экзультацию не брать, но у меня наследник имеет прекрасный перк. То будет супер хорошо мне помогать со стрессом. И, соответственно, я под него и реформирую религию. И все мои следующие будут от него этот перк получать. Ну и вот это по тестам, все которые общие к ответственности, звучит тоже приятно. И обращение к культуре тоже приятно. Короче, все достаточно просто. Формируем. И теперь нам нужно обратить весь мир. Ой, мы приняли заодно общинные земли, точнее. И военный традиционный тоже разница, чтобы женщины тоже могли быть садами. Ну и да, теперь у нас будут оставаться католики. Но я к этому был готов. Это не удивительно для меня. В принципе, через какое-то время мы законвертим все. И станет получше. Но пока, да, придется подавлять восстание. Главное успеть побольше законвертить перед тем, как у нас меняется правитель. Потому что в начале жизни подавлять восстание было бы неприятно. И ух, как же у нас дорога интересует армия. Но, впрочем, есть хотя бы вот это. Единственное, у нас, конечно, было бы много больше денег. Если бы у нас не было вот этой минус 15%, это очень нас душит. И нужно получать, да, вот этот перк. Смотрите, мы сначала... Опрос. Да, грустно. Точнее, грустно, но вкусно теперь будет. Нам придется сейчас как-то со стрессом побороться. Но самое главное, мы получили вот это. А это очень-очень хороший перк. И войну в Испании я очередной закончил. А с повстанцами сейчас бегаем, разбираемся. Потому что их, ну, слишком много в разных местах. Но в среднем, как бы потихоньку-потихоньку сейчас справимся. И подавил я их, наконец. Прекрасно. Там, скорее всего, еще одни идут уже. А, нет, смотрите, это... Так, парень, я тебя в тюрьму посадил. Ты не можешь сделать фракцию. Это звучит очень странно. Так или иначе, да, мы продолжаем конвертить. Поэтому должно становиться лучше и лучше постепенно. И на меня напал бизантийский император. Внезапно, действительно, этого я не ожидал. Пока я воюю с папой римским. Я все-таки решил, да, напасть на него. Потому что, ну, как бы, пора. И я его смогу победить без проблем. Ну, как бы, ладно. Как могу на это сказать. Ну, и далее мы несколько боев. И мы, в принципе, на этом... Византийской армии закончилась. Но они заплатят нам за эту войну 5000 монет. Уф. Выгодно. И это обанкротит их на долгое время. И мне уже, все-таки, я смог вылечить, наконец-таки, подагру. Здоровье слабое, но... Мы еще держимся. Забрали мы рим. И на фоне этого у нас очередная война с повстанцами. И на старости лет мы еще стали травником и знахарем. Допустим. Ну да, мы на пороге смерти уже. И смотрите, у нас все в порядке. Нет, у нас еще успел сын родиться. Допустим. Все, теперь у нас точно все в порядке. Сын еще успел... Смотрите-ка, дипломатически притворным побыть. Соответственно, получил еще чуть-чуть дипломатии, допустим. Давайте примере. Хорошо. Мы убираем все бонусы здоровья. Давайте... А, ну не можем уже. Я его переставлял, когда нам... Когда мне вот это высветилось. До этого. Ну что ж. Просто принимаем смерть нашего персонажа. Он отжил аж целых 85 лет. Ну да, мы теперь при смерти. Если ее убрали еще и дебаф. Это до конца, до конца держится. У нас уже аж сын какой-то успел умереть. А еще я уже исследовал витриные мельницы достаточно быстро. А значит, мы теперь построим во Франции, в Париже, в Нотр-Дам. Поехали. Куча развития. Плюс управление, благочестие, признание. Ну и самое главное, деньги. Просто-напросто. И еще один домик. Мое существование превратилось в куетку. Меланхолия. Мы слишком долго живем, видимо. Ага. 88. Он реально еле-еле живет. Живет, непонятно как. Ну как, непонятно как. У нас куча дебафов и куча сетов болезней, но все равно. Ой, очередное наследие. Ну что, давайте, наверное, вот это пройдем. Коварство. Здесь не так сильно все. Ну это не очень полезно. Но вот это полезно. И вот это будет полезно, когда мы все сделаем так, что всегда будет у нас ужас. Потому что у нас уже ужас хороший. Будет всегда нас так. Ну господи, ну опять пьянство. Ну вот, ну не могут они без этого. Да, и вот мы умираем. Слушаем теперь игру. Новый император. Да, здравствует новый наш император. В управление пошел он не в самое полезное. Но если, как сказать, из бесполезного, это, наверное, самое нормальное. Мнение вассалов плюс 10, в принципе, норм. Но, конечно, мы сначала просто закачаем себе образование. И, в принципе, вот эти статы очень сильные тоже. А, да, мы теперь можем вот это теперь строить. И что ж, до карлингов у нас не хватает. Я так понимаю, 2 герцогства. Давайте посмотрим. Северная Италия. Да, все верно. Что ж, давайте начинать герцогства забирать. Попробовал я также поучить своего персонажа. Но там ничего не вышло. Он все в 3-левел набрал. Не смог. Но зато паломничество прошло успешно. И у нас теперь достаточно такой солидный теперь персонаж. Я начинаю тоже за налогами, потому что нужно больше денег. Ну и вообще всего. И закончили мы тур. Получили много денег по разным ивентам. Получили самое главное вот этот баф. На налоги и на развитие столицы. Которая уже 41, уверенно. И вот, на последняя война перед Франки. И, наконец, мы можем объявить, что мы вернули владение карлингов. Я бы сказал немножко даже больше. Тем не менее, мы получаем рыцарство и геральдику. Но, насколько я знаю, у нас уже есть рыцарство. И я получаю примагенитуру. То есть, старший ребенок получает все титулы. Прекрасно. Да славится Бог. Мы получаем прозвище велики. Не будем говорить, какое прозвище у нас было до этого. Окей, это вот эти две техи. Они там в культуре, я понял. Это не традиция была. Это были инновации, которые, кстати говоря, я сам почти исследовал. Мы, кстати, можем теперь сразу поддержать французскую готику. Мы открываем за счет этого перства. Так, перства это вот сюда. То есть, еще плюс вклад в вассалов. С этого мы получили разделение. С этого мы получили просто приятные бафы. Ну и основы рыцарства появляются. Отсюда мы получаем развитие, стоимость зданий и скорость строительства. Ну, приятно. Ну и, опять-таки, перства это, наверное, самое полезное, потому что это налоги. И вот мы уже имеем четыре техиета в этой эпохе. Прекрасно. Слушай, я думаю, это можно закончить данную серию. А вы мне дайте знать в комментариях, есть ли смысл нам пойти за какой-нибудь Византией. Да, захватить самую Византию и какую-то Римскую империю пойти. В принципе, можно было бы попробовать еще. Плюс у нас же теперь еще и наследие должно быть удобное. По идее. Да, по идее, вот наш сынишка должен быть вот этот. Но я правильно понимаю, что вот у меня, допустим, есть теперь сын. Вот этот, который лучше этого. У него перк чуть-чуть получше будет. Следовательно, если я его сделаю... Давайте я сохраняюсь. Если я его предупредил, то фактически теперь это означает, что я могу все наследовать одним сыном. Да? Не совсем. А нет, подождите, все правильно, все правильно. Вот здесь вот, собственно, законоследования. Мы его упираем. И все прекрасно. У них, собственно, законоследования, но он переходит к нашему текущему сыну. То есть, да. Мы теперь имеем возможность, независимо от количества наследников, выбирать себе одного и ему отдавать. Если у нас есть тысяча престижа, то есть, ну, буквально всегда, наверное, я не вижу вариантов, где у нас не будет тысячи престижа. Шикарно. Да, с вами был Дубг. Обязательно подписывайтесь, если еще друг не подписаны. Лайк, комментарий, тысячу городу, бусте. Все, как обычно. И до скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok